КОНЕЦ 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 Здрасьте, смотри, Дарис Хм, воображала. Подумаешь, инженер. Сухарь. Вера, а мне сегодня Женька кино пригласил. А мне, если комнату не дадут, цыка напишу. Ай! Груня, а ты куда воду поедешь отдыхать? В Закарпатье, село Великой Тарань. Скажи, пожалуйста, а ты читал сегодня речь Топилина на международной конференции? Хорошая речь. Не нахожу. Ну, ты, конечно, выступил бы ярче. Я резервирую свой ответ. Эх, Тима, ну не дают мне трибуну. Я бы позволил себе задать им вопрос. А понимают ли достопочтенные джентльмены? Из шоколадного. Джоконда. Девочки, какое сегодня число? Двадцать шестое? А где обязательство на второй квартал? Последний раз предупреждаю. Да, Вера, приду. Майя, зайдешь. Хорошо, Светик. Какие у тебя клипсики чудесные. Где ты их купила? На неску сувенирах. А, ой. Доброе утро. Здравствуйте, Зинаида Михайловна. Когда же решим вопрос с оформлением нового сорта? Сегодня на техсовете. Я не могу. Почему? Ему же в райком. Ах, да. Ну что ж, волнуешься? А почему я должен волноваться? Да. Странная пошла моя... Не верю, Мусима притворяется. Я его лучше знаю. Ну, я пойду. КОНЕЦ Что случилось? Цеховое бюро. Обязательство на второй квартал. Заседание считают закрытым. Все по рабочим местам. Действительно, слухарь, а ты помалчивай. Я родился в 1935 году в Комсомольске-на-Амуре. Моя мать была послана туда комсомолом на строительство города. Там ее избрали секретарем райкома комсомола. Отец погиб во время боев на озере Хасан. А мать... Простите, но Ксения Григорьевна, заслуженная учительница, нашего депутата, мы отлично знаем. А вы свою биографию расскажите, товарищ Корнеев. Свою. В школу пошел, когда началась блокада. Мама тогда... Извините. Был пионером, комсомольцем. Кончил десятилетку, потом вуз. Три года работаю на фабрике. Вот все. В комсомоле взыскания имели? Имел. Три. На вид выговор и строгий выговор. Ну, за что? Говорите подробно. На вид за подсказку. Выговор за драку на литературной дискуссии, а строгий... Дело в том, что я без разрешения повел грузовик и врезался в стену. Взыскания сняты пять лет назад. Вот вы, инженер, как считаете? Хорошо работает ваша фабрика? За последние годы мы никому не уступали. Красное знамя. На международной выставке наша фабрика опять получила гран-при. И так фабрика работает идеально. Мы часто думаем. О плане, о процентах, о графике. А о людях иногда забываем. Часто говорим о культуре труда. О том, что труд должен приносить человеку радость. Но, к сожалению... Вот, например, около барабанов, где у нас обжариваются какао-бобы, температура 35-40 градусов. И люди ежедневно работают в таких условиях. Или, например, грузчики. Почему они до сих пор работают, как в волжские бурлаки? Об этом надо говорить на производственном совещании. А почему не здесь? Верно. Товарищ Корнеев, а какое качество вы считаете главным для коммуниста? Любить людей. И ненавидеть все, что мешает человеку хорошо жить. А вот говорят, что сами-то вы холодны с людьми. Знаете, я как-то не умею внешне выражать свои чувства. Ну и потом... Потом у нас на фабрике какая-то... Ну, как бы вам сказать... Специфическая обстановка. Девушки кругом. Девушки кругом. О, ты? Ну что, можно поздравить? А что такое? Глупо себя вел. Начал хвастаться знаменем. В общем, начал за здравие, окончил за упокой. И что, не приняли? Да нет, приняли. Ты знаешь, по-моему, твоя мать обиделась на меня. Почему? Может, не надо было так резко? Ну, это не страшно. Я рада за тебя. Да. Говорит Москва. Доброе утро, товарищи. Сегодня вторник, 26 апреля. Передаем последние известия. Продолжение следует... Доброе утро. Спокойной ночи. Замри. Отомри. Отомри. Давно это было. Ну, а теперь мы как чужие. Чудик. Разве могут быть чужими люди, которые знакомы до рождения? Мы просто поссорились. Да, потому что ты не уважаешь чужого мнения. Потому что оно чужое. А я сейчас могу повторить, что стихи блока... Что стихи блока это чепуха. Гамлет не в растенник, а я господин с собачкой. Ну, а ты у нас инженер атомного века. Ну, знаешь. Ну, ладно, не сердись. Пошли голубей кормить. Пошли. Устала? Ночь сегодня тяжелая была. Представляешь, уже в конце смены вышел из строя мой самый большой пресс. Ну, я сама. Заметь, сама. Исправила его. Я мой. Сама. А вот кто-то дал слово бросить курить, а? Все равно будешь. Увидим. Посмотрим. Замри. А теперь слушай. У тебя нет ни силы воли, ни характера. Одно упрямство. Ну, атомри, можешь кричать на меня. Сидеть. Украл? Мой новый сорт. Изготовлен в моем новом аппарате. А, вкусно. Твой новый сорт в твоем аппарате. Ну, да. До работы целый час. Слушай, а тебе действительно не хочется спать? Нет. Поедем? Поедем. Тип, домой. Мне кажется, что я воскрес. Я жил, я сбал сегеркулес. Три тысячи пудов я весил. С корнями вырывал я лес. Рукой касался до небес. Ты. Иди сюда. Ты кто? Егор. Кто? Егор. Кому? Деду. А чем болен? Он старый. Старость не болезнь? А что же это? Ну, возраст? Нет. Это Всевышний призывает его к своему престолу. Какой смешной, правда? Ну, ладно, поедем. Странный парнишка. Ясно. Сейчас наш Дон Кихот опустит забрал и бросится на мельницу. Ну, я пошла. Лен. Лена! Садись. Ну, садись. Вот. Куда? Показывай. Прямо. Здравствуй, милая. Доброе утро, мама. Что-нибудь случилось? Нет, ничего. Что, опять поссорилась с Тимофеем? Ну, я пошла. Завтрак на столе. Дядя! А кто? Заведующий! Инженер! А мать где? Похранили. Мосты строите? Дома? И риски делаю. Конфеты. А отец где? Не знаю. Я не закон. Дядя, какой же вы инженер? Когда и риски варите? Повар? Ха-ха-ха. Когда я вырасту, у меня будет тоже такой же самокат. Ха-ха-ха. До свидания, дядя. Храни вас Бог. Не ходите, дядя, нельзя. Деда боишься? Нет. Дед ты у меня добрый. Это хорошо, что ты приехал, Терентий. Отныне тебе суждено людей вести. Ночи ли, днем ли. Помни о каждой человеческой душе. Груне 300. Ей обувь нужна. Полу вас трех, двести. Нянечкам из детского дома, пятьсот. Ты все помнишь, Терентий? Помню. Груню может забрать из-за пшежития, пусть дома живет. Нет. Ей среди людей надо бы нам быть. Девка, она молодая, умная. Ну, а глаз за ней нужен. Это, конечно. Теперь про главное. И горе пожалей. Один остается. Но содержи его в строгости к истинной вере. Здравствуйте. Кто будете? Корнеев. Тимофей Борисович. Познакомился с вашим Егоркой и зашел. Просто так. Егорушка, дай стульчик. Может, чайку? Нет, спасибо. Врач был. Придет. Придет. Занятный у вас парнишка. Только похож на маленького попа. Не смышленыш. Ничего. Вырастет, поймет, что священники, торгаши, церковь, капище, иконы боски. И что нужен человеку рай не в небесах, а тут на земле. Да. Вы, Дедушка, рассуждаете прям как партийный. А мы тоже против богатеев, против зла. Не пьем, не курим. Трудовую копейку бережем. А кто это вы? Люди. Сами видите, живем тихо, мирно. По чистой совести. Да. О, магнитофон у вас. От века не отстаем. Ну, до свидания. До свидания. Извините, пожалуйста. До свидания, Егорка. Ты зачем его сюда привел? Он что? Смотри, Егорка. Слушайся, дядя Терентия. Ага. Мы с тобой, Егорка, поедем в Закарпатье. В село Великая Карань. Хорошо тебе там будет. Чего нового привез? Свидетели и Яговы. Среди послевоенного нового порядка должна продолжаться война, какую теперь ведем мы, его свидетели. Эта война примет свой кульминационный пункт в войне Армагеддон. Какие бы еще не произошли политические перемены в ближайшем будущем, но битва Армагеддон не будет отсрочена. Весь континент земного шара сделается кладбищем, долиной слез и морем крови. Спасемся и будем жить в царстве Бога и Яговы только мы, Его свидетели. А сейчас шаг, который нужно сделать свидетелем Иеговы, порывать связь с этим миром, потому что этот мир является организацией, противной Богу. А ты сама-то Бога видела? А ты на солнце можешь смотреть? Ну, не могу. А как же ты хочешь видеть Бога, когда на свет Божий не можешь смотреть? Груня, так ты думаешь, комсомоль? Не хочу. А что значит не хочу? Ты же одна во всем цеху несоюзная. Ну, почему ты такая? Какая? Людей сторонишься. У тебя же никого на свете нет. Настя, я уже говорила, не хочу. Работаешь хорошо. Хочешь, дам рекомендации? Комсомолы добровольно идут? Конечно. И чужие мысли там уважают. Странный вопрос. Тогда скажи, Настя, почему ты хочешь, чтобы я думала, как ты? Разве я тебе свои сни навязываю? Живу по своей совести, по своему разумению. Груньш у нас святая. В кино не ходит, мясо не ест, песен не поет. Я сама у нее крылышки видела, как у ангела. А что вы смеетесь над ней? А что она нас пугает каким-то армагудроном? Только разговор, что о Господе Божии. Спасает душу свою. Так вы хотите силой заставить ее думать иначе? Вместо того, чтобы помочь, мешаешь мне работать. Зайдешь в комитет. А я уже не комсомольец. Тем более должен помогать мне. А ты только мешаешь. Тимофей Борисович, можно вас на минуточку? Я вас слушаю. Тимофей Борисович, мне очень нужна комната. Помогите мне, вы это можете. Понимаю. Он тоже живет в общежитии? Да, в общежитии. Помогите, Тимофей Борисович. Я вас очень прошу. Хорошо. Я сделаю. Нет, не могу. Четыре я должна быть в айкоме. Ой, Павел говорит. Что у нас поддерживают сотни миллионов людей доброй воли. С нами все, кому дорого счастья детей. Все, кто не хочет, чтобы горький дым военных пожаров снова окутал нашу планету. Мы передавали записанное на пленку выступление советского делегата Тапирина на международной конференции. Соскучилась? Да уж, привыкла. Не первый год он там, я тут. Не поймешь, что ли муж не жена, то ли старая дева. Пока Лена со мной все хорошо, вот выйдет замуж, тогда тошно будет. А как у них с Тимофеем-то? Кто их поймет? Разве они сейчас родителям рассказывают? А ты что здесь высматриваешь? Вентиляция у вас. А ты лучше у себя наводи порядок. Кем вы стали, Прохоров? Ну скажите, зачем вы это сделали? Из-за паршивой бутылки, какого-то ликера потерять свое доброе имя. Что мне с вами делать, Прохоров? Не знаю. Ладно, чего уж там, звони. Эх, Прохоров. Дома жена, дети. А вы? Ну так вот, Прохоров. Я беру вас на поруки. Но имейте в виду, чтобы это было первый и последний раз. Ладно. Вы меня не подведете, Прохоров? Не подведу. Идите. И считайте, что у вас сегодня день рождения. Что вы смеетесь? Так у меня и правда сегодня день рождения. Потому и взял. Ну что ж, поздравляю. Спасибо. Идите. Вот так. Лихо. Возьми за F-ку. На моторе? Угу. Девочки, а где мать? Дома. Почему? Вольна. Ой. Да, да. Здравствуйте. Извините, гражданочка. Может быть, знаете, где Груня? Ушла. А вы кто? Знакомый. Болеете. Обидно. В такой день. А вас Майя зовут? А вы откуда знаете? Груня говорила хорошо про вас. Странно. Мы с ней всегда спорим. Это хорошо. В спорах истина рождается. Где же может быть Груня, а? Не знаю. Все утрины демонстрации. С праздником вас. Вас так же. Дед, здоров. А Егорка как? А что ему станет? Растет помаленько. Ха-ха-ха. Наука все объяснить может. А вот сотни лет наука не может разгадать тайну гибели многих государств, которые погребены под глубокими песками. А тайны тут никакой нет. Наука не знает? А ты знаешь, да? Знаю одно. Погибли они за неверие и непослушание. И теперь ничто не может оттянуть час расплаты с людьми, которые отвергают Бога. И поверь мне, спасутся только Богом избранные свидетели Ягова и все десное братство. А ну тебя за своим братством. Здравствуй, Егорка. Здравствуй. Дядя Терентий сердится. Искал тебя везде. Идем. Тетя Гуна, я в Нахимовце хочу. Нельзя, грех. В кино нельзя, в газировку нельзя. Прямо беда. Тетя Гуна, вы на конфетной фабрике работаете. А правда, что там есть инженер? Какой? Высокий такой. А фамилия? Слопын Борисович. Откуда ты его знаешь? Он меня насмогать водил. Веселый такой. Слопын Борисович. 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 Уходите, дядя. Нельзя вам тут. Уходите. Ну я пойду. А то дядя Ленча заругает. Именем Бога нашего истинно говорю вам. Не любите ни мира, ни того, что в мире. Каждый час отдавайте мир. Теперь идите с Богом по одному. А-а-а, поздненько вы в гости собрались, дорогой товарищ. Товарищ, да, живете мирно, тихо. Что ж вы делаете с ребенком? Понимаю, в такой праздник можно позволить себе и лишнюю рюмку. Только, извините, нам отдыхать пора, устали после демонстрации. Идем со мной, Егор. Не имеете права, я за мальчонку ответю. Вы мне за это ответите. Идем, Егорка. Я буду жаловаться. Они же могли искалечить ему всю жизнь. Но я не выдержал и дал. В общем, ты неплохо начал свой кандидатский стаж. Ну так а что ж должен быть? Ну хорошо, хорошо. Ну а что мы с ним дальше делать будем? Хочешь, я позвоню утром в детский дом? Ма, пусть живет у нас. А Лена? Что? А как же Лена? А при чем тут Лена? Значит, Лена тут ни при чем. Да, чуть не забыл. Мам, у нас есть девушка, очень хорошая работница. И у нее нет комнаты. Она обратилась ко мне и я пообещал. Ну раз обещал, помоги. Да, ну не я же депутат, а ты. Ну конечно. Вот я и думал, что ты это сделаешь. Ну а кто ж тебе дал право так думать? Ты же можешь. Но я этого не сделаю. Да что ж получается? Что ж получается? Я наврал ей. А вот этого я не знаю. Ты никогда, никогда не обещай того, чего не можешь сделать сам, мальчишка. Груня. Обнова тебе туфли. Спасибо, дядя Теренович. Вечером придешь. Не туда, а к тете Насте, знаешь? Знаю. А как это Майя? Скоро приведешь? Стараюсь. Трудно. А вы Егорку не нашли? Нет. А может быть нам зовите в милицию? Дура. Ваш инженер знает. Ты узнаешь, потом прямо ко мне. Поняла? Поняла, дядя Теренович. Получается, что за океаном в Бруклине какой-то Кнор больше думает о нашей Груне, чем мы. И действует тоньше и умнее. А я с ней сотни раз беседовала. Даже предлагала рекомендацию комсомол. Да, предлагала. Я, может, не умею, но я старалась. А ты? Что ты сделал? Все мы, конечно, виноваты. Сколько раз проходили мимо Груни? Мимо? Это правда. Ну, вот почему она... Обвинять всегда легче. Я с ней еще буду беседовать. Да бесполезно. А я не знаю. Если бы вы слышали, как она рассказывает про огненные колеса и Армагеддон. И ее в этом не переубедишь. Вот просто нужно собрать всю молодежь и как-то дать пропесочить эту Груню. Все это не так просто. И легче всего махнуть на нее рукой, как предлагает Майя. А что же делать? А я тоже не знаю. Подумайте сами. Ведь вы же вместе живете. Но самое главное, не нужно смеяться над ней и не отталкивать ее от себя. У нее же неудачно сложилась жизнь. Блокаду она осталась круглой сиротой. А потом какие-то проходимцы увезли ее в Закарпатье. И сколько лет дурманили ей голову. А вы хотите все сразу. Нет. Тут, вероятно, нужен другой подход. А готовых рецептов я не знаю. Вероятно. Может быть. Евгений Леонидович, я вам не второе боку. Прохоров, почему не выгружаете какао-бобы? Резюмируйте. Евгений Леонидович, дорогой. Машины же работали сверх плана. Был лимит. Так, клюква есть, фанеры не нужно. Апельсин замените ананасами. Как, вы еще здесь? Евгений Леонидович, у меня же билетей. Гипертония. Не понимаю тезиса. Я вам, вы мне? А не угодно ли вам пойти? Бензин у вас припрятан, знаю где. Привет. Прохоров, ну что важнее, дружба или гипертония? Так, заявки перепишите. И без запросов. Алло. Посылаешь за целлофаном и фольгой. Я вам, вы мне записано на магнитофон. Примите уверение. Вот так. Юлий Цезарь. Хе, Цезарь. Вот Макиавелли. Есть два рода борьбы. Один посредством законов, другой силы. Первый свойственен людям, второй зверям. В политике необходимо пользоваться приемами и зверя, и человека. Вот паразит, а. Слушай, я тебе еще прочту. Женя, очень серьезное дело. Ну вот, опять поручение. А тебе известно, что у каждого человека есть свои габариты. Даже у меня. Ну сколько ж можно? Женя, ответственное дело и в снабженце. Женя, важнейшее задание и в подшефный детский дом. Женя, серьезное поручение и в дружинники. Женя, Женя, Женя. А вот, Женя, поручаем только тебе и в Совет Безопасности. Не скажут? Нет. Ага. Слушай, ты помнишь девушку из шоколадного? Джиаконду. Забыл? Представь себе, из головы не выходит. Слушай меня внимательно. Мне крайне необходимо Евангелие, Библия, Коран и все о сектантах. Как, все сразу? Видите ли, у меня научная работа и серьезное, очень серьезное поручение. И почему ты всегда сам себе усложняешь жизнь? Не понимаю. И ведь для всего находишь время. Даже для барабанов. А теперь еще и горка. Смешно. Почему? А тебе не кажется, что уже пора устроить его в детский дом? А зачем? Он будет жить у нас. Ты все-таки странный человек. Живешь как во времена военного коммунизма. Но тогда были понятны и самопожертвования, и отказ от личной жизни, и... А теперь? А теперь люди хотят жить и для себя. И это правильно. Ты же сам говорил. Сейчас время рассвета, каждая отдельная личность. Да, но я говорил, что человек один не может полностью раскрыться. У кого нет гордости, нет характера. Если даже хочешь, нет тщеславия. Тщеславия? Да, да. Все великие люди были... А я обыкновенный. Ты все время берешь крайность. И вообще, что произошло? Почему мы перестаем понимать друг друга? Не знаю. Ну, ладно. Не будем решать мировые проблемы. Ну, ладно. Не будем решать мировые проблемы. Норвцы не встречать. А вы знаете, где он? Больше того! Он поручил мне передать, что никого так не хочет видеть, как вас. Правда? Мало того, он будет счастлив принять вас у себя. Хорошо, приду. Непременно приду. Кроме того, вместе с вами в гости приглашен и я. Ровно в семь часов приду к вам общежитие. Всего хорошего. Егор, передаю тебе искренний привет от Груни. То есть, как это, от какой? Да, да. Именно от тети Груни. Конечно, она помнит тебя. И очень хочет прийти к тебе в гости. Правда? Она и меня пригласила. То есть, как это не надо? Я скучный? Ну, ты меня просто не изучил. Благодарю. Привет. Два лиски сода. Соломон так не волновался перед свиданием с Суламифи. Чего-чего? Прошу вас, сэр. Благодарю. Женя, можешь меня поздравить. От всего сердца. Я ж не сомневался. А, собственно говоря, с чем? Получилось. Смотри. Я только окружаю барабаны системой вентиляционных установок. И температура падает на 10-12 градусов. Просто и дешево. Ты моторы достал? Можешь признать меня персоной нон-грата. Но, увы. А что такое накал, ты знаешь? Грубая. Зато без дипломатии. Я тебе же заявки давал? Дал. Ну? А Топилина ее не подписала. Так, понятно. Ты прав. Типичный конфликт. Директор-консерватор не поддерживает молодого инженера-новатора. Вот так. Разрешите? Да, да. Товарищ Топилина. Ого, как официально. Я понимаю, вы вправе обижаться на меня, но скажите, сколько времени люди будут истекать потом возле барабанов? 35 градусов. 40. Тем более. Почему же вы против вентиляционной установки? Невыгодно. Вас больше беспокоят выгоды, чем люди. Вот что, Тимофей. Другого я бы за такие слова выгнала из кабинета. До свидания. Садись. Ты думаешь, что только ты один заботишься о людях? Ошибаешься. А тебе, молодому инженеру, не приходила в голову мысль, что можно вообще перевести обжарку на токи высокой частоты? Приходила, но для этого нужны десятки тысяч. Совершенно верно. Видишь ли, иногда бывает выгоднее потратить десятки тысяч, чем гроши. И тогда мы добьёмся той культуры производства, о которой ты так хорошо говорил в райкоме. А ведь у нас есть и договор с институтом токов высокой частоты. Что-то они пока всё тянут. Вот бы ты включился в это дело, а? Ведь то, что ты предлагаешь, это же... Полумеры. До свидания. А вот шоколад вы, наверное, любите. Ах, у вас диабет. Отлично. Я вам средства от диабета, а вы мне моторы, а? Договорились. Вот так будут моторы. Спасибо, уже не нужны. Что? Вот так. Девочки, а у Груни новые туфли? Ну-ка, покажи. Модные. А жить-то и нет. Это он. Сергей Ребенкович. Да-да. Да-да. Здравствуйте. К вам можно? Чёмку ж помешал? Да нет. Да что вы? Садитесь. Проходите, пожалуйста. Проходите. Проходите. Спасибо. Садитесь. А Женя разве не с вами? А он разве обещал? Да, в 7 часов. Ну, если Женя обещал, то будет. Он человек, дело. Дело. А вы? Вы ведь тоже мне когда-то обещали помочь. Насчет комнаты, помните? Помню. Я должен перед вами извиниться, Вера. Я не имел права вам обещать. Правда? Правда, у вас особое положение. Какое-то особое положение. Слушай, Вера, я давно тебе хотела сказать, что одной тебе нужна комната. Мне, например, тоже надоело жить в общежитии. И Майя, и Груни, и всем девочкам. А мне все равно. Конечно. Можно ждать. А мне уже 26 лет. И сколько еще ждать? Вера. А ты молчи. А зачем ждать? Надо строить. Да. Есть решение райисполкома построить дом для нашей фабрики. И в первую очередь переселить всех из общежития. Надо только помочь строителям. Строить? Но мы же не умеем. Так научимся. Так, слушайте, может, за наш новый дом, а? Ой, как здорово-то. Ой, девчонки, бобла. Майка, давай стопор. Давайте, у кого все ждут. Девочки, не тягачки. Светка, Светка, режь хлеб, быстро. Хорошо, пожалуйста. Да-да. Пойдите. Добрый вечер. Простите, нарушил. Егор ждет. Прошу поторопиться. Ребенку пора спать. Гаврош нашел корзинку, вышел через лазейку за баррикаду и преспокойно принялся собирать патроны, напевая песенку. В него целились, не могли попасть. Пули гнали за ним, но был провор не их. Он играл в прятки со смертью. Но, наконец, коварное пули настигло мальчика. Он пошатнулся и упал. Гаврош приподнялся, протянул руки и снова запел свою песенку. Но он не кончил ее. О, Господи, убили. Да что ты, разве можно такого парня убить? А где же он сейчас? В тридцать восьмой квартире. Там же тетя Зина и Лена. И дядя Павел. Ты его еще не знаешь, он сейчас далеко. Вот он-то и был гаврошем. Давно, когда была революция. Но чего ты дрожишь каждый раз, как зяблик? Тип на место. Здравствуйте, Ксения Григорьевна. Здравствуйте. Заходите, заходите. Пожалуйста, проходите. Тетя Григорьевна. Тетя Григорьевна. Идем, Лугурка. Не надо тебе здесь оставаться. Уйдем отсюда. Собирайся. Тетя Груня, не говорите дяде Терентьеву, что я здесь. А говорят, нет судьбы. А вы разве верите в судьбу? Конечно. У каждого человека должна быть вера. Если она добрая... Вот вы, Груня, кажется, верите в Бога. Это мое дело. Безусловно, ваше. И я уважаю вас. Честное слово. Вы же комсомолец. Ну и что ж. Вы хотите, чтобы был и рай на земле. Мы тоже этого хотим. Слишком много зла на земле. Очень много. А почему? Богатый злой от денег, бедный от нищеты. Совершенно справедливо. И Христос? Глава 7, страница 13 от Матфея. Очень мудро говорил. Если хочешь быть совершенным, раздай все нищим. А когда нищие сами взяли плоды своего труда, что они услышали? Глава 4 от Иоанна. Отдайте кесарю кесаревам. Поручение дали. Так вот скажите им. Зря стараются. Зря стараются. Груня! Я же вам добра желаю. Мне вашего добра не нужно. И в душу ко мне не лезьте. Да. Я верю в то, что вы отвергаете. Верю. У меня есть своя правда. Никогда я от нее не отступлюсь. А все, что говорите вы, все, что творите, это все от сатаны. Ты ушла, я ушел. И тебе, и мне хорошо. А что, не правда, что ли? Да, конечно, попробуйте найти виновника, когда не выполняется план по ассортименту. Каждый кивает друг на друга. Мастера на начальников, начальники на мастеров, а технорук на всех. А где им делами-то по-настоящему заниматься? Одних нарядов сколько подписывают. Тебя бы директором навела бы по ряду. А что? И навела бы. Девочки, у кого термометр, у Светки 39,8 минимум. Если бы я была директором, то отменила бы все наряды. Каждая работница свалит свой счет. Ликвидировала бы нормы. Может быть, ты и без табеля хочешь? Можно и без табеля. Вот мы по вечерам на стройке работаем, дом строим. И никаких норм. Каждый работать сколько может. Так ведь это для себя. А здесь мы работаем не для себя. АПЛОДИСМЕНТЫ Добрый вечер. Мое почтение. Скажите, а кто вам разрешил пропуск в этот час? Никто. У меня постоянный. Вы Женя Сухоруков, снабженец. Откуда меня знаете? Имею точные сведения. Курите. А, понимаю. Ничего вы не понимаете. Директор, скоро освободится. К сожалению, эти ауспиции мне неизвестны. Не тошнит? Не тошнит? Бывает. Путешествуйте. Ищу одно государство, никак не могу найти. Доминиканскую республику. Ищите в восточной части острова Гаити. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Столица Сьюдат Трухильо, бывший Сан-Доминго. Торгует сахаром, какао и кофе. Преподаете географию? Как вам сказать? Иногда. А почему вас, собственно, интересует Доминиканская республика? Видите ли, правители этой республики объявили смертельную войну коммунизму во всем мире. Ты должен же я знать, откуда нам грозит самая большая неприятность. Знаешь, я бы с удовольствием забрал бы тебя. Куда? На Тихий океан. Бросьте разыгрывать. Может, наконец, раскроете свое инкогнито, а? Пожалуйста. Топилин, ты в шахматы играешь? И я считаю, что нормы отменять еще рано. И без табеля тоже нельзя. Не готовы мы к этому. Вот мое мнение. Точки зрения как будто проясняются. Ну, а что скажут технические руководители? Разрешите? Пожалуйста, товарищ Корнеев. То, что предлагают девушки, очень важно. Но мне кажется, не с этого надо начинать. Надо начинать с главного. С ликвидации цехов. Что? Да-да, Анна Федостеевна. Должен быть один командир производства, мастер. А остальных на рабочие места. А ты инженер? Небось не пойдешь, мастера-то. Почему? Пойду. Шах, но признайте, ведь Бисмарк был единственный выдающийся дипломат Германской империи. Еще раз шах. Да, и полагал, что в политике уместно любое вероломство, позволительно любая гнусность. Однако Бисмарк всегда был против войны с Россией. А, потому что хорошо помнил Карла XII и Наполеона. У меня теория. Да? А у меня практика. Мат. Павел Николаевич, здравствуйте. Неправый. Ну, понимаете? Ну, здравствуй. Надолго. Кто его знает? Когда же ты летал? Да только что. Смолета? Ну, да. Ну, как Груня? Груня как? А что? Все в порядке. Завтра заявление комсомол подаст. Все. Вот так вот. Да, не забудь дверь захлопнуть. Я уже взял, Клёв. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Мне завтра в первую смену Ну, минуточку, а? Ну, минуточку, а? Скажите, Груня, правда я похож на сатану? Нет, вы, кажется, добрый Нет, я не добрый Я ненавижу тех, кто отнимает вашу молодость Сколько вам лет? Двадцать Нет Правда, двадцать Нет, вам сто двадцать Вы живете не в наше время Непонятно Прошло уже сорок три года Спутник, белка, стрелка и Армагеддон Луна, космические корабли И три огненных колеса, которые скоро упадут на Землю Идемте Вам скоро на работу Нет, нет Мне завтра вторую смену Шагом! Поздравляю всех Особенно первоклассников С первым днем учебы Добро пожаловать в школу А ты с кем пришла? Я с мамой А ты? А я с папой Б 1971 В субburном S Да В сутке Б А в сутке Но Добро пожаловать за Идея Буся Субтитры создавал DimaTorzok 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 Да, все это было. Была черная косоворотка, клеш и хулиганская бабочка. А на свет глядел одним глазом, а второй прикрывал прическа. Это верно. У тебя где-то была его карточка. И в этот день так хочется вас увидеть, крепко сжать в объятиях и сказать спасибо вам, дорогие, что научили добру, научили любить людей. Хорошее письмо. Ой, это же комсомольцы. Ой, посмотри, у нас нет такой фотографии. Помнишь? Конечно помню. Я на этом митинге чуть ноги не отморозил. Ха-ха-ха-ха. Да. Нет, нет, она у меня одна. Хорошее было время. Голодный, полураздетый. Да. А весело жили. Послушайте, так вспомним же юность свою боевую и выпьем за наши дела. Ваш Кеша. Хороший тост. Нельзя пропустить. Правильно. Правильно. Так выпьем за наши дела. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Тима, помоги мне, пожалуйста. Вот, видишь? Вижу. Я все вижу. Давай выпьем. Давай. Знаешь, я почему-то так ждала этот Новый год. Эту елку. В общем, мы уже не дети. Так что, может, за то, чтобы не ссалиться? Да. Ну, что ты считаешь себя исключительной личностью, это давно известно. А интересно, кем ты себя считаешь? Ну, куда девались твои гордость, самолюбие? И вообще, что у тебя с ними общего? Не сводишь глаз с этой девочки. Слушай, может, хватит, а? Да неужели ты не понимаешь, что у тебя тоже примитивно? Смазливая мордочка, да. Ну, а дальше что? Идем отсюда. Свет! Я тебе этого никогда не прощу. Что случилось? А, эти юриские ушли. Ну и правильно. Очень хорошо, что они ушли. Делать им здесь нечего, ну. Уходите. Все уходите. Я говорила, мне надо было идти к ним. Ну, ладно. Уходите. Уходите. Ну, ладно. Проятность. Любимая дружба в полюсу ничего. Часто тот, кто любит, сходится за прядь. В изглазах друг к другу, поглядите лучше, А ведь во второе в гляды говорят, И улыбка... Знаете что? Подождите меня здесь. О, Тимофей! С Новым Годом! Спасибо! Это был Тимофей или мне показалось? Я их не выгоняла, они сами ушли. Почему? Почему, я спрашиваю? Откуда у неё всё это, Зина? В какой школе и кто учил её этой барской заносчивости? Высокомерию, неуважению к рабочим людям. Давайте! Груня, неужели вы первый раз? Какой-то феодализм. Это родитель разговор. КОНЕЦ Господи, не вводи меня в искушение. Дай мне силу устоять против сомнений. За что так мучаешь меня? Я твоя. Я вся твоя. Господи, верни мне прежнюю сердце. Да. Здравствуй. Здравствуй. Я пришла. Я должна сказать тебе, то, что произошло тогда в Новый год, случилось не потому, что я не уважаю твоих друзей с фабрики. И не потому, что я по-барски отношусь к рабочим людям, как сказал папа. Нет, не потому. Может быть, глупо, что я говорю сейчас все это. Но я не могу. Я пыталась заставить себя не думать о тебе. И не могу. Я устала. Я люблю тебя. Вы ее любите. Ну, зачем вы себя обманываете? Проводите меня. Последний раз. Уже кончают. Скоро новоселье. Моя комната будет вон там. А моя там. А может, нам попросить в одной квартире? Зачем? Нет. Нет, нет. Руня, что с вами? Не надо нам больше встречаться. Почему? Не надо и все. Почему? Я не могу сказать, почему. Но нельзя. А как же быть? Не знаю. Правда. Не знаю. А вы знаете, что писал Наполеон Жозефини? Вдали от тебя весь мир пустыня, в которой я одинок и покинут. Ты единственная мысль всей моей жизни. Должен вам признаться, что это единственный случай, когда я согласен с императором. победил? Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Доброе утро Доброе утро Доброе утро Доброе утро Доброе утро! Добрали. Где? Вон там. А ну идем. КОНЕЦ